Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. Сегодня в Сургуте пройдет сразу два крупных политических события. На 10 часов намечено внеочередное заседание Думы, где парламентариям предстоит рассмотреть два вопроса. Об освобождении от должности председателя Законодательного собрания города и о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Сургута. Оба пункта касаются Максима Слепова. Он в среду избран главой муниципалитета. Пока еще действующего спикера парламента коллеги поддержали единогласно. В случае, если и сегодня никаких вопросов не возникнет, осенью состоятся довыборы. Жителям 14-го избирательного округа, чьи интересы и представляет Максим Слепов, предстоит наделить полномочиями депутата другого человека. Также в пятницу в 14 часов в филармонии пройдет церемония инаугурации. Новый градоначальник получит удостоверение, должностной знак и символический ключ от Сургута. Напомню, кресло главы муниципалитета пустует с 22 апреля. Тогда Андрей Филатов объявил о своем желании досрочно покинуть пост. Пик половодия в Сургуте пройден. Об этом сообщили в Управлении по делам ГОИЧС администрации города. Паводковая обстановка стабилизируется. С 4 июля уровень воды в реке Ольд начал снижаться. Максимальное значение за период половодия составило 764 сантиметра. Подтоплений жилых домов не зафиксировано. В целом, по игре из числа сложных по гидрологической ситуации муниципалитетов только в Лангипасе в четверг отмечен подъем уровня воды плюс 2 сантиметра. В Нижневартовске, большей части Нижневартовского района, высота АПИ осталась неизменной – 980 сантиметров. В Сургуте отмечены снижения – минус 1 сантиметр. Всего в регионе затоплено 2661 приусадебный участок, 962 дачных дома в Нижневартовске, Лангипасе, Мегионе, населенных пунктах Былина, Абампагол, Соснино. Прогноз МЧС – стабилизация и спад воды. Стабилизацию прогнозируем мы уже на этой неделе. В связи с тем, что у нас нулевые показатели и отметки максимального уровня уже остановку сделали в районе Нижневартовска. Но в связи с дождями у нас усугубилась ситуация именно в Нижневартовском районе, в таких городах, как Нижневартовск, Нижневартовский район и Мегион, Лангипас. На территории этого округа у нас расположено 46 гидропостов. Гидробюллетень поступает не только с этих постов округа, но и с Томской области, Тюменской области. Место для прогулок и отдыха. Новый парк открылся в сельском поселении Сытомина. Рекреационную зону подарили жителям к столетию поселения. Это первая полноценная территория для прогулок, которая расположена рядом с рекой и удаление от домов. Сытоминцы, к слову, давно мечтали о такой локации, где смогут проводить время всей семьей. И даже отправляли собственные эскизы современного пространства главе сельского поселения. Идея властям понравилась. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал, что на обустройство масштабного для Сытомина проекта из бюджета муниципалитета выделили почти 60 миллионов рублей. Теперь у жителей поселения есть современное пространство, оборудованное беседками, качелями, прогулочными тропинками и другими малыми архитектурными формами. Проект двухлетний, период реализации 2023-2024 год. Департамент ЖКХ, мы забрали полномочия у администрации поселения Сытомина и реализовывали данный проект. Был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией, вышло 58 миллионов ориентировочно. В 2023 году 12,700 было оплачено и в этом году получается 45,100. Были выполнены работы, это и планировка, и установка мафов, озеленение, ограждение, водоотливные лотки. В общем, получился хороший крупномасштабный такой проект. Также в парковой зоне установили сцену. Ее уже успели оценить творческие коллективы сельского поселения на торжествах по случаю столетия Сытомина. Для жителей организовали праздничный концерт и отметили почетными грамотами тех сельчан, которые не первый год вкладываются в развитие своего уютного поселения. Детское радио. Детское радио. Радио. Познавательно, развлекательно, увлекательно. Песни, сказки, игры. Детское радио. Для детей и взрослых. Медицинская клиника докторов предлагает современное лечение ожирения с помощью бариатрической хирургии. Терапевтическое обследование, опытные пластические хирурги, полная конфиденциальность. Хирургическое лечение ожирения в клинике докторов. Если диеты и марафоны так и не помогли сбросить лишнее. Привет! Я знаменитый суп Том-Ям. Я настолько прекрасен, что меня даже хотят включить в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Меня готовят только из свежих продуктов. Я очень насыщенный и порой обжигающе острый. Но ждать, пока я остыну, нельзя. Съешь меня сразу. Встретимся в Том-Ям-Баре. Хотите, чтобы волосы были пышнее и гуще? Безоперационная пересадка волос в центре Акватория. Эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через два месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте. 59 35 35. Центр медицинской эстетики Акватория. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Редактор субтитров А.Семкин